Недовольство решениями судов и действиями правоохранительных органов стало основной причиной выезда в регионы по пручению президента, генерального прокурора страны Курман Кулазулушева и министра внутренних дел Улана Неазбекова. Работники культуры также выразили благодарность главе государства за повышение зарплат. Кроме того, поднимались такие вопросы, как нехватка медицинского персонала в отдаленных селах и нехватка социальных зданий. Обращения жителей также поступали в виде жалоб. Было отмечено, что ни одна из них не останется без ответа. Нам известно, что в обществе появилось недоверие к правоохранительным органам. На конференциях и собраниях мы требуем, чтобы все действующие сотрудники вели дела, как полагается, если поступило заявление. Если прокуроры, сотрудники милиции не выполняют свои обязанности, на сайте прокуратуры есть возможность подать жалобу онлайн. Пишите сразу туда и сразу в течение суток будет проверка. На встрече с жителями городов Ташкумыр и Майлы Су люди также озвучивали наболевшие проблемы. Поступило 43 обращения. На 70% из них были даны ответы на месте. Люди подняли ряд важных вопросов, таких как обеспечение чистой водой, возрождение обрабатывающей промышленности, создание новых рабочих мест. Обратились за поддержкой фермеры, которые пожаловались, что не могут получить льготные кредиты. На нехватку чистой питьевой воды пожаловались и жители города Кирбен, хотя водопровод установлен, но все некачественно. Из-за этого чистой воды для населения недостаточно. Местные жители уже несколько раз обращались в соответствующие службы с жалобами. Ни одного удовлетворительного ответа получить не смогли. Личную ответственность за решение вопроса пообещал взять на себя генеральный прокурор. Ранее сообщалось, что райотдел внутренних дел начал расследование в отношении соответствующих должностных сотрудников. Мы не просто так приехали. Стараемся реагировать на каждую жалобу и обращение на месте. Каждый зарегистрированный вопрос будет рассмотрен на законность и немедленно решен. На встрече в Четкальском районе прозвучали жалобы на отсутствие доступной медицинской помощи правоохранительные органы, судебные решения и низкое качество следственных действий. Кроме того, речь шла о конфликтных ситуациях в сфере добычи полезных ископаемых в регионе, чистой воде, ремонте дороги Алабука-Канышкия, плохом качестве строительства дорог и личных проблемах населения. На встрече Бакыт Турбаев сообщил, что каждый вопрос будет рассмотрен объективно. Будут приняты соответствующие решения. Он подчеркнул, что встречи с населением и их эффективность находятся на личном контроле президента. В план включено строительство 150 километров дорог в Чаткале. Все вопросы находятся под контролем главы государства. Все будет решено постепенно и своевременно, в том числе и кадровая проблема. Молодых специалистов будут направлять в такие горные районы. А генеральный прокурор Курманкул Зулушев сообщил, что с учетом проблем, поднятых жителями Чаткальского района, ведется расследование фактов коррупции, связанных с лицензиями на добычу полезных ископаемых. Раскрыто более 30 уголовных дел по поручению главы государства. Все будет доведено до конца. Я пришлю к вам другого опытного прокурора. Все расследовано будет, как положено, по закону. В Алабукинском районе с населением около 110 тысяч человек тоже есть проблемы. Нехватка школ и детских садов, трудности с получением медицинской помощи. Также прозвучали жалобы на деятельность горнодобывающих компаний и обеспокоенность вопросами трудоустройства. В ходе встречи заместителя главы кабинета министров Бакыта Турбаева, генерального прокурора Курманкула Зулушева и министра внутренних дел Улана Неазбекова с населением трех районов и трех городов Джалалабадской области было задано более 300 вопросов. Почти 80% из них касались социальных проблем. Генеральный прокурор подчеркнул, что каждое поступившее обращение будет расследовано в рамках закона. Такие же встречи пройдут 14-15 июля в Ноукенском, Базар-Кургонском, Сузакском районах и городе Джалалабад. А после и в каждом регионе страны по поручению главы государства. Алена Смирнова, Айджен Илтур Думаматова, Идиль Алеев, ЛТР, Джалалабадская область.